Ну, термо-белье, 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 саму-бреющуюся. Ну, так сегодня, я бы сказал, было не очень холодно. В конце периода руки немножко подверзали, а так было нормальная погода. А как вообще, как играешь вот на таком льду? Что надо делать, чтобы как-то вот все-таки... Ну, на таком льду, как бы, как нам сказал тренер, я думаю, он прав. Мастерство уходит на второй класс. Я думаю, ну, возможно, он сегодня немножко больше хотели победить за счет своего желания, активности. Там не до особой кинтонации в игре. Просто сказали бы достать ее туда на большее. Можно вам сегодня просто больше повезло? Как дышится? Дышится очень хорошо, свежо. Ваши болельщики самые морозоустойчивые оказались. Они очень часто за нами ездят, как бы, что нас поддерживают. За это им спасибо огромное. Ноги у вас все-таки не замерзли? Да нет, нормально все. Так чуть-чуть. Хотели бы еще когда-нибудь в таком матче сыграть? Ну, возможно, было приятно, что довольно-таки много народу сегодня. Мне пришло, хотя был не полный стадион. До этого читали, что будет полный. Но, видимо, по каким-то причинам не все смогли присутствовать на сегодняшнем матче. Ну, конечно, не от нас зависит. Так как он будет проводить, конечно, можно заучаствовать. А что все-таки от этого матча у вас останется в памяти вот эти, там, лет через десять будете вспоминать? То, что мы выиграли, еще три очка взяли. Сувениры купились себе какие-нибудь? Да. Мы когда пришли перед игрой в раздевалку, у нас уже все у каждого на местах стояло. Нам не надо покупать. Скажите, а шапочка на голове Алистратова, это его идея или как? Да, это ему просто неудобно. Он всем дали такие, чтобы уши не мерзли. А у него шлем неудобно оденался, и мы перед игрой ее сделали. Классно, по-моему, придумка? Да, вроде. Такое новое видение придумать. Спасибо.